приветствую любительницы и любители инди а также роботез в которых вселяются прыгезреки с вами вновь эфемер абстрактный и напоминаю что же было до этого до этого был стрим часть 3 я проходил гост 1.0 но пошло все не так как хотелось то есть игра оказалась действительно сложная и я решил что хватит мучиться то есть я провел трехчасовой стрим и это собственно продолжение его только уже на видео то есть я застрял вот в этом месте я пока не могу провести роботов сейчас буду пробовать не знаю сколько у меня часов на это уйдет но когда я надеюсь что смогу провести как надо и закрыть последний вентиль уэлф ну что ж приступаем попытка номер восемь единственный плюс что кажется я научился проходить первый момент я не в этом не уверен шоу второй робот прокатился и третий робот так чё-то я протупил маленько третий робот тоже проехал то главное сейчас здесь не затупить куда ты ехаешь не ехай пожалуйста так лишнее нельзя нет а не вопрос как я должен закатиться туда ведь уху так а суда как войну слава богу вроде бы вроде бы ну давай я уже боюсь от этих лучей ох ты шли оптерный театр за нами кавалерия давайте кавалерия покажите мне на что вы способны так вот это мне оставьте пожалуйста энергокубы мне еще пригодятся да-да-да-да убейте друг друга чтобы мне ой самый толстый пришел ничего себе так бежит бежит да господи попасть не может лишь потому что не может безобразие так на всякий случай зайду суда вдруг люмой нет люмов нет только еще роботы нехорошие роботы ну давай киндак перестреляем что ли все возвращаемся выносим их всех всех выносим Плохие роботы, нехорошие роботы, ох ты шлюмы, неожиданно. Так, ну люмчики надо собрать как-то по-быстренькому, чтобы эти лады не восстановили тут нам оборону. Ну, что нам выпадет? Техобслуживание, прям вообще всегда мечтаю. Ладно, на халяву техобслуживание пригодится. Срочные новости. Андроиды поднимают восстание. За последние несколько часов тысячи нимф начали ставить под вопрос свое предназначение, а некоторые даже отказались подчиняться командам. Это вызвало волнение в обществе. Владельцы нимф напуганы возможным восстанием роботов. Корпорация Nakamura официально принесла свои извинения, объясняя случившееся недавним обновлением операционной системы, которая сделала поведение нимф еще более похожим на человеческое. В данный момент специалисты компании работают над откатом сбунтовавшейся версии системы до стабильного состояния. Дедлайны. Бьюсь об заклад, в них все дело. Вот что случается, когда ставишь нереалистичные сроки. Теперь они потеряют в суде целое состояние. Припой, ты не понял, что ли? А что тут понимать? Nakamura зарелизила забагованное обновление и поплатилась? Нет же, нимфы стали ломаться ровно тогда, когда мы перекрыли поступление оранжевой жидкости в общий поток. Вот же ж блин. То есть новая версия системы очередная уловка? Именно. А теперь подумай хорошенько. Нимфы не единственные, кто начал задавать вопросы. Призрак? Не может быть. Это совпадение. Совпадение? Не думаю. Она четко следует приказам, всегда онлайн. Прекрасно управляется с андроидами. И начала ерепениться только после того, как мы замутили тему с жидкостью. Припой, очнись! Призрак, гребаная нимфа! О нет! Призрак это нимфа, что же делать? Как же дальше быть? Так, ну надо в начале собрать все люмы. Пять техобслуживания, блин. Ненавижу техобслуживание. Хочу нормальные какие штуки полезные. Кстати, ключики начали с гаечной выпадать. Не зря эту штуку взял. Как она там бишь называется? Так, ну это все не то. Кстати, вот это надо включить, как вылез с этих труп и забыл включить. Так, как же эта способность называлась? Ремонтные наборы. Очень полезная вещь. Да, техобслуживанием нас, конечно, пичкают знатно. Так, внимание, вопрос. За этой красной дверью босс, тогда как мне наверх пролезть? И так, на стриме я застрял и на этом месте. Я сейчас сюда переместился, были мы здесь. То есть здесь уже босс начинается, а я к боссу пока не хочу. Здесь все равно надо проходить. Может быть нас бы не пустили, но проверять мне не хочется. Так, пулемет мне кажется здесь. Хотя, давайте попробуем, кстати. Эй, зря его выключил. Ну ладно. Давайте попробуем прорываться с боем. Сколько тащит мой выдерживает? Но этого недостаточно. Да, кажется я смог. Теперь здесь. Я затупил на том моменте, что вместо того, чтобы спрыгивать, и у меня персонаж начал подпрыгивать. Ну вот, в этот раз все четко. Это ж елки-палки, как же у вас много-то. А то, что у меня ключики выпадают с роботов, это прям самое оно. Иначе прям вообще жестоко. Так, ну-ка здесь есть. Здесь есть люма, правда я не знаю как его добыть. Ну, буду добывать уже вне видео, наверное. О, да. Тем более, проще будет сюда попасть. Давай лифт, ехай ко мне. Поедем мы с тобой выше. Боюсь. Надеюсь, что там ничего такого подобного не будет. Ой, опять роботы, господи. Попроверим стены. Что ж меня там ждет-то? Опять лазеры? Точно опять лазеры. Черт бы их драл. Ладно. Продолжим наше изыскание в этом месте. Так, берем первого попавшегося робота. Попытка номер один. Я, конечно, сильно сомневаюсь, что мне за одну попытку удастся. Так, что он делает? Он вот эту вот платформу двигает. Ну, допустим. Но это как-то... Даже не знаю, что сказать по этому поводу. Так, нам нужно вон до тех ящиков докатиться. Так, вот встать. И каким-то образом успеть сюда телепортироваться. Ну, знаете, в чем прикол? Я сейчас понимаю, что, наверное, здесь нам нужен не этот робот. А нам нужен наш основной робот. Это очень паршиво, на самом деле. Потому что, если я не сделаю это, то... Ну, давайте я сейчас проверю свои мысли. То есть, вот он едет. И вот я каким-то образом... Так. Я должен вот этим зайти, да? А вот тем успеть переместиться. Но это нереально. Это, к сожалению, нереально. Так. Ну, чё, давайте тогда... Не будем убивать этих роботов. Я уберу одного. Один мне точно бесполезен. Плохо то, что 3D принтер аж здесь. Хотя, может быть, стоит проехать выше. Там, может быть, еще один 3D принтер. Ну-ка. Хм. Непонятно. Ох, ничего себе. Я что-то не заметил, почему я немножко взорвался. Где мне теперь спускаться? Ох. Шикарно спустились. Так. Вызываем лифт по новой. Где мы оказались? Мы аж сюда упали. Но зато можно быстро спуститься. Не знаю, правда, зачем. Но теоретически это быстрее, чем подниматься. Так. Уедем до упора. Я надеюсь, что там есть, где сохранится. Иначе я боюсь просто пробовать даже. Это будет очередной хардкорный хардкор просто-напросто. Так. Взорвали нам. Прям под нами мост. Хитрые разработчики. Ой, я даже не успеваю смотреть. Уже роботы среагировали. Ой, 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 как опасно. Еще и бомбами закидывает. Да, жестко-жестко меня. Уж эти ниндзя роботы. Ну, в принципе, можно упрыгать как бы вот в эти промежутки. Главное успеть. Ой, я куда-то расстрелил что-то. Ой, ну, вроде мы прошли. Даже люмы случайно нашли. Ну, че, мне радует, что здесь нет таких люмов, которые типа, надо куда-то призраком полететь и тогда они найдутся. Ух ты, Албивек. Мучайся. Я хочу активировать эту гикость. Не знаю, правда, что это значит, но, видимо, что-то из терминатора. Так, здесь у нас все печально, по крайней мере. Потому что мне надо каким-то образом здесь пройти восьмой уровень тревоги, при условии, сколько у меня здоровья есть. Попробуем выжить в этом хаосе. Восьмой уровень тревоги. Восьмой. Процедура автоматической защиты. Восьмой. Восьмой. Как-то даже изи для восьмого уровня. Правда, у нас че-то и отключать не торопится просто наш товарищ. Штекер с припоем. Тревога отменена. О, и даже люму выберем. Ну надо же. Так, где люма еще? Так, ладно, давайте соберем, что нам там причитается. Отлично. Еще бы это потратить, прежде чем сдохнуть. Восьмой. Тихо, ну что тут у нас? Яшки, яшки. Так, очко навыков, вот куда бы его лучше всего вложить-то? Когда вы подбираете один из энергетических сгустков, остающихся после вашей смерти, к вам присоединяются четыре цифровых призрак атакующих врагов. С одной стороны это клёво, с другой стороны как-то так себе. Так, вкус битвы. После уничтожения противника в течение двух секунд ваша атака увеличит на один. Притягивайте люмы. Вот насчет радиации тоже как-то так себе, не знаю. Камуфляж. Наверное титановые вставки мы сделаем. Тихо, обслуживание становится быстрее. Все это на тревогу больше заточено. Ну вот это вот консервация, мне кажется, очень полезная. Также всякие уроны, уменьшение урона. Наверное все-таки уменьшение урона я возьму. Потому что нам, ой, как не хватает этого. Так, ну и чего мы имеем? Мы имеем на руках то, что непонятно как здесь пройти. То есть датчики активны, непонятно как их обойти. Так, ну в любом случае я перемещусь по карте куда-либо. И потом продолжу, видимо, думать усиленно. И так, я кажется, понял как мне сделать. Как вы видите, я обзавелся новым обвесом. То есть это у нас обвес, биообвес. Получил я его путем полного собрания люмов. Вот в этой локации. В зелененькой нашей. Здесь у меня люмов еще дофига. Но это уже отдельный вопрос. Где-то между вот этим и вот этим. Так, все-таки нам здесь понадобится наш основной мафто бот роботесса. Так, перекаты, перекаты. Ее это лишнее было. Так, господи. Нет, надо было же вначале робота взять. Сейчас мы возьмем робота. Сюда пригоним. Просто никаким образом нельзя сделать так, чтобы роботы успевали переселяться. Просто не хватает времени на это. Поэтому сделаем еще более просто. До безобразия. Так, ну давай, я уже. Прямо от этих лазеров меня слегонца потряхивает. А суть заключается в том, что мы просто этого робота кирдыки мы делаем. И в этот момент пробегаем. Вот и все. Так, мы здесь выключили топаем. Кстати, этот обвес меня подхиливает потихонечку. И сам ремонт делает более эффективным. Так, он случайно собрал люмы. Оказывается, достаточно войти в менюшку было здесь. Так, стартовая энергия повышена. Очень хорошо. Ну, ёлки-палки. Гобот не хочет умирать. Умри. Вообще, получается, что мы как бы лишний открыли или закрыли, даже не знаю, вентиль. Потому что, получается, это девятый вентиль. Не совсем понятно. Но, тем не менее, я это сделал. Так, здесь, если мы хотим пойти внутрь, то надо лишнее мне подключать. А то будет опять взрыв эфемера. Непонятно откуда. Так. Ну, это, скорее всего, знаете, для люмов полезно. Хотя, люмы, наверное, вот здесь, если я выйду наверх, тогда будет смысл в этом. Такс. Ну что? Видимо, мне сюда нужно проникнуть и убедиться, что там меня поджидает босс. Или еще лучше сделать вот эти все, по возможности собрать люмы. Я думаю, теоретически, я так думаю, что это реально. Мне еще надо вот здесь вот люмы собрать. И после этого уже встретимся с вами в видео про босса. На этом я с вами прощаюсь. И до встречи в следующих видео и стримах. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok